В итоге на меня чуть ли не накричали, что школа не несёт ответственность за сохранность вещей. Такого я абсолютно не ожидала в плохом плане. Всем привет! Завтра я сдаю итоговое сочинение, а сегодня предлагаю об этом забыть. Мы сегодня по приезде отправились не сразу заселяться, а в магазин Зежды я взяла, выбрала себе два зимних пальто. Одно такое вот беленькое, прям как я люблю. И второе пальто чёрное, немножко уже другая модель. Сегодня у нас 5 декабря, мы с мамой приехали в Москву, и уже завтра я буду создавать итоговое сочинение именно здесь, в Москве, поскольку, как вы знаете, я учусь в онлайн-школе, соответственно, на сочинения и на экзамены, по сути, только два раза. Мне нужно будет съездить сюда, в школу, в которой я прикреплена, чтобы как раз-таки их сдать. Не могу сказать, что я сильно нервничаю, но, тем не менее, такой небольшой трепет есть, поэтому сегодня у нас максимально насыщенная яркая программа, мы просто планируем гулять, отдыхать, вообще, чтобы не думать об экзамене, и уже завтра, соответственно, поедем в школу. Вообще, мы заселились в Вертикаль, это отельная доганка, где мы останавливаемся не в первый раз, и давайте попробуем небольшой рум-тур. Светло-уютная ванная комната, окошко, кровать, где небольшой бардак, поскольку мы сейчас выбираем вещи, которые нам нужно погладить. В целом, здесь достаточно миленько и уютненько, но мы сейчас отправляемся на обед-серый ужин. Я сегодня ещё впервые наделала те самые нашумевшие колготки, которые вроде бы тёплые, при этом капроновые, и действительно выглядят так, как будто просто обычные чёрные капроновые колготки, но на самом деле они с утеплением. Мы отправляемся на наш поздний обед, далее в планах концерт, вернёмся только часов в 9 вечера, я хочу сразу лечь спать, чтобы выспаться, потому что дело в том, что школа, в которой я буду сдавать сочинения, находится практически в Химках, и чтобы приехать туда к 9 утра, мне нужно будет встать в 5. Я не знаю, как я всё это осилю, после этого у меня сразу будет встреча, в общем, максимально получаются насыщенные такие выходные. Ну что ж, мы сейчас в процессе нашего ужина, а вообще следом идём на спектакль, самый популярный, по-моему, в Москве. Ничего не бойся я с тобой, в общем наслышанном, там играют треки советской группы «Секрет», которую я просто обожаю, и в целом эта сфера Нового года, 90-х, вот то, что мы с мамой обожаем, поэтому я надеюсь, что понравится, тем более предвидея, опять-таки, у всей этой новогодней суеты просто, мне кажется, замечательное решение. Сюда, в эту сторону, мы ехали на такси около часа, когда на метро могли доехать за 20 минут, поэтому наученные горьким опытом, сейчас спускаем все вместе. По поводу спектакля и впечатлений у меня остались смешанные, но я однозначно рекомендую сходить, не зря это самый популярный мюзикл в Москве на данный момент, но не могу гарантировать, что это будет нечто ваше, да, то есть я, например, понимаю, что мне ближе классическое искусство, опера, балет, но это было очень ярко, насыщенно, такое тоже имеет место быть. А теперь поговорим про сочинения, начнем с моих ожиданий, я думаю, что напишу в целом неплохо, я люблю писать сочинения, наверное, мой самый любимый формат работы на любом уроке, плюс я около месяца занималась с репетитором. Один урок недели мы уделяли именно подготовке к итоговому сочинению, поэтому я думаю, что проблем не будет, самое главное, просто вовремя добраться до места. Дело в том, что при перевозе в онлайн-школу и при креплении к определенной школе я не учла ее местоположение, она находится практически в Химках, мы живем на Таганке, ехать нам полтора-два часа, поедем мы, естественно, на метро, потому что на такси будем добираться все три. Сама по себе школа огромная, там учится большое количество учеников, я, например, нахожусь в одиннадцатом Д-классе. Доброе утро, я уже проснулась, более-менее собралась, еще не до конца, в любом случае, сегодня проспала всего пять часов, не знаю, какая-то достаточно беспокойная ночь была, хотя я вообще не могу сказать, что я переживаю по поводу сочинения. Сейчас быстренько перекусим тем, что мы купили в магазине. Для своеобразного завтрака я взяла тунец, тофу, потому что сейчас у нас идет пост, и молочные, и мясные продукты мы не едим, и багет. До выхода полчаса, но я уже начинаю немного нервничать, я думаю, вы знаете это чувство, когда ты вроде бы уверен в себе, но все равно вот есть такой небольшой нервоз, какой-то трепет. Это мой итоговый образ, и пора выходить. Мы с мамой приехали на конечную станцию, здесь находится школа, мне еще нужно минут 10-15 ехать на такси, собственно, мы уже здесь расстаемся, и я уезжаю, буду с другого телефона уже снимать. Мы с мамой поменялись телефонами, я взяла один сайфон, поскольку нас ранее предупредили, что школа не несет ответственность за сохранность вещей, я вообще не знаю, где будут лежать телефоны, ключи, сумки, деньги и так далее, поэтому я решила не рисковать. Ну что, остается буквально полчаса. И на самом деле итоговое сочинение это еще цветочки по сравнению с тем, что всех нас ждет, внимание, меньше чем 45 месяцев. Как вы уже поняли, речь о ЕГЭ, поскольку от баллов напрямую зависит наше поступление, пора бы уже задуматься о подготовке. Наиболее выдачным форматом по соотношению цена-качество на данный момент являются занятия в онлайн-школах, поскольку репетиторов может позволить себе не каждый, а самостоятельная подготовка слишком рискованная. И если сейчас вы находитесь в поиске хорошей онлайн-школы, то у меня для вас есть отличная рекомендация. Каждый год сотни выпускников получают высокие баллы и поступают в вузы мечты на бюджет, готовясь в школе с митап. Больше 11 тысяч ребят написали с ними на 80+. Если пока вы не до конца понимаете, подходит ли вам такой формат, то по ссылке в описании можно абсолютно бесплатно записаться на пробный курс. По любому предмету вы получите два урока и две работы с проверкой. Там вы сможете посмотреть уроки и даже попрактиковаться в решении заданий. Таким образом вы поймёте, подходит ли это именно вам, и просто по своему опыту скажу, что онлайн-школа это, наверное, одна из самых прекрасных вещей, которые придумали люди. Я сама готовилась там к ОГЭ. В итоге сдала даже лучше, чем планировала, и, соответственно, на подготовку к ЕГЭ у меня планы точно такие же. Опять же, вся информация в описании, но мы продолжаем. То я вышла после экзамена, ощущения прекрасные, думаю, что всё у меня будет замечательно, может быть, допустила пару ошибок грамматических. В остальном, я думаю, всё должно быть просто прекрасно. Всё было великолепно, организация и так далее, из-за исключения, наверное, одной женщины, которая следила за теми, кто оба ходил. Я вышла, по-моему, все руки просто, потому что меня аж спасили ладошки, и размяться. В итоге, когда я просто хотела немного размять шею в коридоре, на меня даже немножко повысили голос по типу, что вообще стоите, стоять нельзя, идите в свою аудиторию и так далее. В остальном всё было просто чудесно. Результаты обязательно будут, но в конце видео. Так, я уже на месте, я жду Наташу, у меня сегодня максимально насыщенная программа, после этого я встречаюсь с мамой, провожаю её домой, завтра утром уезжаю в Питер. И там, как вы знаете, планируется исполнение моей маленькой мечты, но я думаю, что об этом уже будет отдельный день. Мы уже расстались с Наташей, просто замечательно погуляли, посидели, пообедали, поговорили. Очень много всего, не то чтобы нового, а друг от друга узнали, здесь мы уже виделись, но просто интересно было узнать, что нового, у кого произошло за последние полгода-год, хотя мы вот занимаемся как бы каждую неделю английским, теперь вообще будем индивидуально заниматься. Я думаю, все верили это замечательное транс-славик-герл, где девушки фотографируются на Красной площади, я вообще не думала, что у меня будут такие фотографии. И тем более, не предполагала сделать их в этой поездке, но вы, по всей видимости, вы тут оказались, я как раз в достаточно подходящем таком пальто-тирошубе, поэтому думаю, что всё-таки такие фотографии в моём инстаграм вы найдёте. Красная площадь, это, пожалуй, самое атмосферное место в Москве перед новогодними праздниками, поэтому обязательно рекомендую туда заглянуть, если будете в столице. А я на следующий день отправилась в Петербург, чтобы исполнять свою мечту, но это уже совершенно другая история. Общие впечатления от итогового сочинения и результаты. Начнем с того, что я абсолютно не переживала, как и сказала в видео, тревога появилась буквально за несколько часов до экзамена, когда ты вроде бы уверен в себе, но при этом понимаешь, что что-то может пойти не так. В любом случае, мне попались очень хорошие темы. Написала я экзамен, а это полноценный экзамен, примерно за два с половиной часа, то есть написала сочинение в черновик, затем его переписала уже в чистовик. А ещё получилось довольно забавно в том плане, что до начала сочинения у нас было около сорока, наверное, минут, мы уже все сидели в аудитории, и я решила, почему бы не завязать беседу, не сидеть же просто так в тишине, да, и познакомилась с очень милой девочкой, с которой мы нашли несколько точек соприкосновения, какие-то общие интересы, к сожалению, мы не успели обменяться контактами, но, тем не менее, такое вот было мимолетное приятное знакомство. Теперь касательно эмоций и послевкусия, если вы уже писали итоговое сочинение, думаю, вы это прекрасно знаете, если нет, сейчас скажу. Не переживайте абсолютно, за счёт действительно получит каждый. Теперь, что касается результатов, такого я абсолютно не ожидала в плохом плане. Слушайте неделю наши работы загрузили на сайт Mos.ru, не могу сказать, что я особо огорчена, просто не ожидала, что у меня будет 4 из 5 вместо 5 из 5, потому что я думала, что сочинение будет просто идеальным, в целом оно мне нравится, я его ещё раз перечитала, всё замечательно, но проверяющим почему-то не понравилась логичность моего рассуждения. Теперь мои советы тем, кто только планирует сдавать сочинение, возможно, вы смотрите это видео через год, два или три. Во-первых, тренируйтесь как можно больше дома и старайтесь не распаляться на темы, например, выберите себе один раздел, к примеру, духовно-нравственный, и старайтесь писать работы по нему, читать книги по нему, вот именно сфокусируйтесь на чём-то одном. Моя искренняя рекомендация для тех, кто будет выбирать этот раздел, книга «Мой театр». Эта книга написана человеком, которым я восхищаюсь, наверное, больше всех на свете, Николай Заскориц. Таким образом она выглядит. Здесь два тома, но для сочинения, поверьте вам, достаточно одного. Просто прочтите эту автобиографию, и я обещаю, у вас будут очень сильные аргументы на любую тему из духовно-нравственного раздела. Во всех сочинениях, что я писала дома, я приводила её в пример и, соответственно, на экзамене также. Также хочу обратить внимание на так называемую тренировку вносливости. Лично мне намного сложнее было не как-то писать, формулировать свои мысли, а просто сосредотачиваться на протяжении двух с половиной часов, сидеть на одном месте. Я попыталась выйти в коридор, немного размяться, размять шею, потому что у меня с ней проблема, она постоянно затекает и ужасно болит. В итоге на меня чуть ли не накричали, сказали, что разминаться нельзя, идите в свою аудиторию. Соответственно, действительно было непросто высидеть вот два с половиной часа. Исходя из чего я делаю вывод, что можно попробовать опять-таки дома не просто написать сочинение на черновик, но и переписать его на чистовик. То есть попробуйте прямо несколько часов просидеть на одном месте. Вы поймете, насколько это неприятно и как, возможно, эту ситуацию можно предотвратить. И максимально банальный совет, который я, между прочим, упустила из виду, постарайтесь просто выспаться и нормально отдохнуть. Мы же с мамой приехали на наш уикенд в Москву и, соответственно, хотели как можно больше всего успеть сделать. Вернулись мы домой перед сочинением, если бы точнее в отель, только к 11, по-моему, вечера, пока я сделала все свои дела, уже было за 12, соответственно, спать мне оставалось часов пять. На утро у меня ужасно болела голова. И, конечно, если у вас есть возможность этого избежать, лучше так и сделать. На этом всё. Если вы уже сдавали сочинение, пишите, какие темы вам попались и какой результат вы в итоге получили. Всем искренне желаю удачи и увидимся в следующих видео.